В Петропавловске прошел второй этап региональной конференции партии «Единая Россия». Участники встречи подвели итоги работы дискуссионных площадок «Форума время новых решений», прошедшего 16 июня, на котором депутаты, эксперты и представители общественности обсуждали, как можно усилить партийные проекты в крае. Всего на форуме коллеги поступило более 200 различных предложений. Часть из них, конечно, требует более глубокой проработки и оценки. Некоторые предложения мы объединили, так как они находятся в плоскости нескольких направлений проектной деятельности. На форуме 16 июня рассматривались 12 главных проектов «Единороссов» – «Безопасные дороги», «Городская среда», «Культура малой Родины» и другие. Каждый из них будет усовершенствован под нужды камчатцев. Другим важным решением конференции стало выдвижение кандидатов на выборы депутатов Законодательного собрания Камчатского края. Возглавить список «Единой России» в крае решил губернатор Владимир Солодов. На съезде партии, которая состоялась в Москве 19 июня этого года, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, который стоял у истоков партии «Единая Россия», назвал ее основной политической силой страны и партией лидера. Это действительно так. Участники конференции проголосовали за два списка кандидатов. Общий территориальный, в который вошли 67 человек, из них 23 беспартийных и 4 сторонника партии, а также список по одномандатным избирательным округам. В нем 12 членов партии и двое беспартийных. Народный отбор кандидатов прошел во время предварительного голосования в мае этого года. В принципе, это те люди, которые знают, работали на земле, знают специфику региона, и это люди-профессионалы. Это команда людей, которая в итоге будет работать на результат, и голосование проходило, отмечу, посписочно. Все кандидатуры, они достойные, и я не то, что надеюсь, я уверен, что с такой командой можно достичь только успеха. Список кандидатов возглавляют люди разных профессий, разных социальных направлений. И, конечно же, они все ближе знают и чувствуют проблемы жителей, которые волнуют не только в краевом центре, но и, конечно же, в отдаленных поселках, так как там тоже проживают люди, и они хотят и благоустроенную среду, и новые школы, и те инфраструктурные вопросы, которые сейчас именно волнуют весь наш Камчатский край, включая медицину, переработку отходов и так далее. Здесь, безусловно, те кандидаты, которые сегодня были представлены делегатом конференции, получили, как мы знаем, по итогам голосования полную абсолютную поддержку. Желаем им удачи, конечно, и дальнейшего продвижения на благо нашего края. Выборы в законодательное собрание Камчатского края пройдут в сентябре. Они будут длиться три дня – с 17 по 19 сентября.